На прошедших выходных Илья Авербух подарил краснодарцам настоящую сказку ледовое шоу «Малыш и Карлсон». Напомню, что мы даже проводили конкурс с розыгрышем билетов на это представление. Наш специальный корреспондент Екатерина Славянская встретилась с исполнителями главных ролей и чемпионами мира и Европы по фигурному катанию Алексеем Тихоновым и Марией Петровой. Все подробности в следующем материале. Мария, Алексей, здравствуйте. Рада приветствовать вас в Краснодаре. Маша, скажи, пожалуйста, как тебе пышные формы Алексея? Здравствуйте. Как пышные формы? Ну, это сейчас не Алексей, это как раз вот эта вот женщина. Такая вот вся самодостаточная, уверенная, стройная. Я не знаю, сколько там комплиментов в одной песне поется. В общем, Алексей соответствует и даже, мне кажется, больше. Ну, а как ты сама перевоплощалась в малыша? А мне достаточно просто как-то. Не знаю, мне очень... Легко с детьми. И я, наверное, чувствую, ощущаю. И поэтому мне несложно делать образ малыша. Мне как дома мучительницы очень симпатичен малыш, потому что именно это пластика, вот пацанская такая, пластика мальчуковая. И мне приятно, что Маша это делает с большим удовольствием. Даже воспитывать в этом плане не надо. Надо наоборот, что, ну, ух ты, ай-яй-яй, там, будь помягче, будь поправильнее. Теперь, что касается меня. Фрукты. Хо-хо, да. Это роль просто кладезь какой-то. И я сначала достаточно сомневался, потому что думаю, ну, как, ну, женщина, ну, да, большая пусть, но все равно она, у нее столько всего, кроме того, что она вот такая большая, при этом яркая, при этом очень впечатлительная, при этом такая пронзительная где-то. И, ну, в душе она все-таки вот добрая. И люди сегодня так принимали тепло, и вот они просто... Детишки очень радовались, танцевали. Алексей Ягудин, он просто необыкновенный, кажется, он успевает все. Я только на секундочку отвлекусь, он уже тут кому-то шприц, кому-то конфету, кому-то за ухом пощекочет, кого-то поднимет. В общем, он практически, мне кажется, со всеми детьми в зале поиграл как-то. Кому шапочку поправил, ну, не знаю, в общем, откуда у него столько энергии, я не знаю. И сил, ну, вот он молодец. Расскажите о самых необычных новогодних подарках, которые вы делали или получали. Для меня было необычным то, что Маша мне однажды сказала, что... Я говорю, что тебе, что бы хотела на Новый год? Она говорит, подари мне поездку, чтобы мы с тобой поехали, я хочу там куда-нибудь отдохнуть на неделю. Ну да, наверное, вот самый такой хороший подарок. Это было, честно говоря, неожиданно, потому что я думаю, ну, мало ли, что женщина же все-таки должна. И много вещей есть, которые необходимы женщине. Вы понимаете меня и... Ну, в наш Новый год, когда мы все время на сцене, на льду... Ничего не надо. ...хочется просто поехать отдохнуть куда-нибудь. Ну, знаешь ли, поехать отдохнуть, это тоже большой подарок. Потому что провести время вместе с семьей, когда ты постоянно занят, это значит, надо выбрать это время, определиться, чтобы все были свободны, чтобы ребенок, все мы вместе поехали. Вот потому что, наверное, семья, Маша права, что семья – это главное. И Новый год для нас всегда семейный праздник. Леш, ну, ты уже такой актер с опытом, да, и ты принимал участие в съемках сериала «Жаркий лед», и с Екатериной Стриженовой, как актер себя проявил. Вот расскажи об этом. Я не считаю себя прям актером-актером, потому что это все-таки, наверное, хобби. Мне так интересно чему-то поучиться новому, и где-то если... Вот раз, кажется, получилось, но еще важен момент, чтобы тебе со стороны сказали, получается или нет, потому что твои ощущения бывают разными и могут быть неправильными. Но мне приятно, что случается возможность с Катей Стриженовой поработать. Мы с ней отыграли спектакль пять лет, спектакль на двоих. Спектакль ненормальный, вот Маша была раз пять, наверное. Ребята, расскажите, как так случилось, что дочь фигуристов тоже занимается фигурным катанием? Обычно говорят, нет, ни за что. Ну, она только начала заниматься, потому что бабушки хотели раньше, чтобы она встала на коньки. Они уже в три, в четыре года нас и подталкивали. «Давайте, давайте, давайте отойдем». У нее были коньки уже в три года, потому что все-таки бабушки настояли, чтобы мы их купили. Но мы ее не отдавали в группу, она просто так, когда хотела, выходила с нами постоять. Там она научилась сама бегать. Но родители для нее не тренеры. Она их не воспринимает. Ей нравится, что папа ее покрутит, повращает, какие-нибудь элементики с ней побалуются, в догонялки поиграет. И поэтому сейчас, буквально два месяца назад, мы ее отдали в спортивную секцию. Что, ребят, спасибо огромное за такую искреннюю беседу. И желаю вам наблюдать за достижениями вашей дачки. Спасибо. А мы не можем не поблагодарить чудесный Краснодар, который мы просто обожаем. Здесь хорошая традиция стала. Мы приезжаем сюда с новогодними выступлениями. Это и мама в прошлом году, это и морозка в позапрошлом году. Сегодня Карлсон. И ждем всех вновь. И надеюсь, что они станут прям вот ежегодной традицией. Будем рады видеть вас. Спасибо огромное. До встречи.